У меня растут года. Будет мне 17. Где работать мне тогда? Чем? Заниматься. В отличие от героини мультфильма, современные выпускники давно решили, кем хотят стать. Дело осталось за малым. Подать документы, выбранный вуз или сразу несколько. Подаю на юридический, на таможенное дело и на экономический. Приоритетно у меня таможенное дело. Мне это больше интересно и больше нравится. Я еще подаю в политех. Выбрала только два вуза. Собираюсь еще подать онлайн заявку в Московский авиационный институт. В этом году, как и в прошлом, выпускники имеют право подать документы в пять вузов в каждом на три специальности. Итого 15 вариантов на выбор. Напомним, минимальный порог баллов по русскому и по математике в этом году был понижен. Итоги ЕГЭ не самые хорошие. А это значит, что лишь единицы отправятся покорять столичные вузы. Большинство же попытает счастье у себя дома. Востребованность уже чувствуется с первых дней работы приемной комиссии. За первые два дня работы приемной комиссии подало заявление уже 91 человек на сегодняшний день, на сегодняшний час. Но мы думаем, что это только начало. И начало очень хорошее по сравнению с прошлым годом. Ежегодно в Тверском государственном университете набирают порядка двух тысяч первокурсников. В этот раз цифры будут примерно такие же. Помимо традиционно популярных юрфака эконома, в этом году у битуриентов пользуются спросом педагогические специальности, а также международные отношения и политология. Для тех, кому по душе технические специальности, свои двери открыл политех. В ТВГТУ количество мест в 2014 году увеличилось. Порядка 700 бюджетных для бакалавриата и специалитета, 112 для магистратуры, еще 135 для заочной формы обучения. Поступить в Тверскую государственную медицинскую академию на бесплатной основе в этом году сможет 331 абитуриент. Не менее 10% от числа бюджетных мест каждый вуз обязан выделить для льготных категорий граждан. Но на всех мест может и не хватить. Допустим, если у нас на направлении строительства 100 бесплатных мест, то мы 10 мест выделили для льготников. Льготники поступают вне конкурса, им достаточно преодолеть минимальные пороги по русскому, математике и физике. Если этих льготников будет меньше 10, то они все автоматически поступят, если у них пороги перейдены. А вот если их будет больше, то и тогда между льготниками будет конкурс. Что касается абитуриентов из Крыма, то Тверские вузы также готовы их принять. Граждане Крыма, а теперь это граждане России, поступают на общих основаниях, так же, как и все российские граждане, но с важным исключением. Им не нужно сдавать единый государственный экзамен, они могут поступать по внутренним вступительным испытаниям. Это понятно, потому что когда они учились в школе, они к легене готовились. В Тверском государственном университете для крымчан готовы предоставить 31 бюджетное место. В Политехе 2, в Медакадемии 5 и 30 в Сельхозакадемии. Граждане Украины также имеют право получить российское образование, но в каждом вузе установлены свои правила. Мы их принимаем как граждан Украины, то есть мы их принимаем, имеем полное право только на платной основе, только на компенсационной основе. То есть конкуренцию они никому не составят. Мы всех им придаем статус соотечественника. А соотечественники, даже независимо от того, что на данный момент они граждане Украины, имеют равные права на образование наряду с российскими гражданами. То есть они могут поступать на бесплатные места. Напомним, что в этом году единственной законной формой свидетельства ЕГЭ является только электронная. Но аннулировав один бумажный документ, законодатели ввели другой. Для поступления в некоторые вузы теперь необходима медицинская справка. На все наши специальности и направления подготовки бакалавриата необходимо предоставлять медицинскую справку особого перечня. Перечень этот должен соответствовать приказу Министерства соцразвития номер 32Н. И эту медицинскую справку вы должны предоставить до 25 июля, то есть до последнего дня приема документов.